Ну что, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон и добро пожаловать в начало первую серию пятого сезона. Ребята, четвертый сезон совсем недавно закончился, а если быть точным, то приблизительно 2-3 дня назад. Плюс к тому, было небольшое условие, то что новый сезон начнется тогда, когда последняя серия предыдущего сезона наберет 750 лайков. Ну так что получилось, что за день там серия больше чем 1000 лайков набралась, наверное прям очень кто-то хочет видеть новый сезон. Но ребята, всем спасибо те, кто смотрят, те кто поддерживают, те кто комментируют, те кто смотрят и ставят лайки. Я буду вам очень благодарен за вашу поддержку, тем самым не забывайте ставить лайки также в этом сезоне, Так же на этой серии, так же в следующих сериях пятого сезона, как на последней серии четвертого сезона. Конечно, вряд ли каждая серия будет набирать по 1000 лайков, но все же я надеюсь, что хотя бы по 400-500 лайков она будет набирать. На что я действительно очень надеюсь, ребята. И будет так, что новая серия будет выходить тогда, когда предыдущая наберет около 400-500 лайков. И я буду знать то, что вы хотите видеть следующую серию, вы хотите, чтобы новая серия уже вышла, да. А то были такие моменты, когда я выкладывал и по 2, и по 3 серии, но там практически лайков не было, потому что было только на первой серии, которая вышла в один день. А на второй и на третьей уже не очень. Поэтому будет, ребята, так, что если на серии набирается 400-500 лайков, то новая серия выходит или в тот день, или на следующий день. Если не набирается, то будем ждать до тех пор, пока она наберется, или еще на следующий день. Ну что, ребята, давайте приступим. Первым делом это то, что победитель у нас маткип, ребята. Там был отрыв достаточный. Много людей хочет маткипа. Я, в принципе, согласен с тем, что у нас первые 3 сезона у нас был Чармандер, потом 4 сезон у нас был Чимчар. Мало того, что 3 раза подряд был Чармандер, и потом еще один раз Чимчар, то получается, что мы выбираем только огненных покемонов. Не совсем хочется только огненных, можно даже тех же иногда травяных взять, или даже тех же водных иногда взять, что, в принципе, так же нормально. Ну, давайте, ребята, возьмем маткипа и приступим, ребята. Так. Ну, вот мы, ребята, появились. Вот мы появились где-то, фиг его знает, в лесу. Эм, а почему тут вот так показывается, что... То есть вся карта закрыта, да? А вот тут какой-то баг. Что на одной карте другая карта. Ну, ладно. Суть, ребята, в том, что... Мне бы хотелось, чтобы мы заспанились в каком-то нормальном месте, чтобы это не был какой-то мини-остров, и чтобы мы нашли себе отличное место для постройки дома. Первым делом, ребята, я хотел бы приступить к осмотрению данной сборки, данного мода, точнее, данного сезона. ФПС у меня, в принципе, сейчас достаточный, несмотря на то, что шейдеры и вот это все текстур паки с большим расширением, то ФПС 60. К тому же, шайни, нихрена себе. Снакл. Ребята, я не знаю, мы его никак не сломим, потому что, в принципе, у меня нету даже тех же покеболов, мы только что сейчас начали. И вот у нас, ребята, уже первая ачивка, проверить инвентарь. Ребята, приступим к небольшому обозрению этой сборочки. Плюс к тому, сборочка не будет сразу же, она будет приблизительно к пятой, пятой, десятой серии. Я думаю, вы знаете, почему так я делаю, потому что мне сначала несколько серий нужно будет посмотреть, не лагает ли она. Мне нужно будет посмотреть, не выкидывает ли из-за несочетания каких-то либо модов, то есть критические ошибки, где-то в каком-то месте может выкинуть. Нужно посмотреть, хватает ли тут все моды, или может еще каких-то модов добавить. Короче, это, ребята, займет 5-10 серий, и я уже, как сказал, в течение 5-10 серий, короче, в течение 10 серий я выложу эту сборку. Что тут есть? Тут есть все те же моды, что в предыдущей сборочке. То есть, энчантинг плюс, вот эти маус, ну, улучшение вот этого движения, не движения, а рассортировки мышки, вот этого всего. Я поставил новый текстур пак и новый шейдер пак. Раньше у нас был другой немного текстур пак, если вы помните, первые 4 сезона у нас был один текстур пак. Так, давайте, пока я говорю, ребята, мы нарубим деревья. Был один текстур пак. Но, ребята, я думаю, вы так же думаете, как и я, что это уже немного надоело. То есть, 4 сезона подряд ходить с одним и тем же текстур паком, прикольно, но надоедает. То есть, уже, знаете, хочется какого-то немного другого разнообразия. И поэтому, ребята, я поставил другой текстур пак. Ссылочка на него в описании, захотите скачать. Я не помню, как он называется, ребята, но, может, кто-то знает, может, кто-то подскажет. Хотя, сейчас, вот тут он, можете прочитать, как он называется. 64, смуф реализма. Ну, это версия, как бы, то, что реалистичнее больше. Текстур пак не прям отличается от обычного Майнкрафта и не прям отличается от нашего предыдущего текстур пака. Да, есть немного изменений, но не такие большие, как, например, взять этот же текстур пак, например, вот с покемонов текстур пак, то там, в принципе, все очень, 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 очень по-другому. Ребят, я не знаю, наверное, мы сначала не будем включать еду, потому что у нас, в принципе, ее даже сейчас нету. Это, во-первых, ребята. Во-вторых, я поставил другие шейдеры. Сначала, в предыдущем сезоне, у нас были вот эти шейдеры, которые уже слегка надоели и уже как-то не хочется даже с ними играть. Сейчас у нас стоят вот эти шейдеры, которые более-таки яркие, более офигенные. Но, ребята, я не знаю, с какими шейдерами играть. Или с Чокопик, которая вот так выглядит. Или с Рудоплейс, которая вот так выглядит. Я, наверное, в следующих сериях устрою голосование и люди мне напишут, какой, точнее, текстур пак лучше. В том смысле, что я, ребята, как раз сделаю для вас, чтобы вам было приятнее смотреть. Я не знаю, с каким текстур паком вам будет приятнее смотреть, но мне кажется, что с этим, что я сейчас играю. Этот, в принципе, такой яркий. А вот этот немного темнее, но зато анимация травы. Ну, в принципе, немного темнее, но фиг его знает. Сначала давайте, ребята, с этим. Потом посмотрим. Что и какие, ребята, точнее, я еще моды добавил. Я добавил мод на еду. Чтобы у нас было, мы смогли выращивать деревья, яблочные деревья. Это плюс к тому, вот видите, как тут уже плоды всякие растут. Я не знаю, что это такое. И это мы, наверное, можем, но это долго. Тут всякие плоды растут, и мы можем это все собирать, ребята. Как видите, где я заспанился, там у нас был какой-то кустик или что это было. Но я уже пропустил, я уже не знаю где-то. И вот тут, видите, тоже что-то есть, что-то растет. Короче, в этом моде содержится очень, прям, очень, очень, очень большое количество еды. Прям настолько жрачки, что... О, даже яблочко уже выросло. Вот видите, ребята, первое яблочко, и оно тут дальше растет. Я не знаю, как сида сделать. Вот это еще, если честно, нужно будет понять, потому что я не в курсе. Вот это что такое? Канталюб. Кукумбер. Ребята, я даже не представляю, что это такое, но я надеюсь, это жрать можно. Это, походу, пчелы тут, или что это? Квибин. Ну, короче, пчела. Это, знаете, ребята, почему я это сделал? Чтобы было какое-то небольшое разнообразие. Чтобы мы не занимались только пиксельмоном, а чтобы мы могли себе еду делать. А что мы делали в предыдущем сезоне? То есть, ребята, я учел самые большие ошибки предыдущего сезона. Это что? Нифига себе деревня, ребята. Мы же так заспанились возле деревни. Это уже второй раз мы так спаиваемся вроде. Ну, давайте туда побежим. Вот наш как раз маткип. Я не знаю, натура, в принципе, роль большой не играет. На спид у него спид, в принципе, смысла нет. Его вроде в атаку нужно качать на серверах. Но у нас не сервер, поэтому, ребята, пофиг. Что я еще хотел сказать? Я учел самые большие главные ошибки. Точнее, самые большие ошибки. Давайте тогда уже включим. Самые большие ошибки предыдущего сезона. Во-первых, это была та ошибка, что... Ну, хавчик, я знаю, хавчик у нас был однообразный. Потому что мы кушали половину сезона только картошку. Потом половину сезона только морковку. И все это, что у нас было. В принципе, сейчас мы, наверное, точно так же это соберем. И, наверное, опять полсезона будем это кушать. Но тут есть очень большое количество вообще. Тут у нас есть? Да, есть. А очень большое количество, ну, еды. И мы сможем ее всю попробовать. То есть мы сможем выращивать ананасы. Мы сможем бананы, наверное, выращивать. Какие-то еще там фрукты. И потом, в принципе, посмотрим. Да, эту хренатень можно кушать. Но, как видите, она половинку восстанавливает. Что, в принципе, не так уж и много. Ну, ладно. Так. Опа! Ребята, в первом же сундуке мы нашли алмаз. Вот это шара. В первом же сундуке, ребята, мы нашли алмаз. Мы засыпались возле деревни. Возле деревни уже был сундук. Офигеть, с алмазом. Ладно. Ночь, 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 ночь. Ребята, знаете, что мы сделаем? Первые, первые пять серий, если за первые пять серий мы не найдем себе подходящее место для строительства дома, то мы построим опять возле тут, возле деревни, так как было у нас в предыдущем сезоне. Но только вот тут, возле воды. Вот тут, ребята. Вы мою мышку не видите? Но вот тут, где круче. Я не знаю, почему вот это видно, что там еще одна какая-то карта. Наверное, баг какой-то. Ну, ладно. Опа! Опа! А почему звука нету? Ладно, может, ты ключи ее? Ребята, мы заспавлились возле деревни. В деревне был сундук. В первом же сундуке мы нашли алмаз. Возле деревни мы нашли себе покебол. И в первом же покеболе, ребята, мы выбили себе раркенди. Офигеть! Офигеть! Давайте это оденем. Ну, просто так. И три железа еще плюс к тому. Нам бы нужно переночевать. Потому что ночью, ребята, я нифига не буду видеть. И вам, в принципе, тоже не будет видно, что там многое. Но я знаю. Давайте, может... Что это? Это картошечка. В принципе, картошечку можно собрать. Это что? Ну, лучше, конечно, морковь. На первое время. Потом, ребята... Как я говорил... Давайте, может, я еще сделаю немного тише. Где-то вот так. Как я говорил... Мы будем выращивать еду. То есть я потом... Мы потом, ребята, вместе с вами узнаем, как делать, например, те же сиды того же дерева. Или, например, как же делать... Например, давайте сейчас тут посмотрим. Аппл. Вот. Я только ввел аппл. У нас тут, ребята, аппл. Сид. У нас тут пирог. У нас тут тост с жели-джемом. У нас тут йогурты. У нас тут, ребята, пай... Короче, у нас тут дохрена чего. Опа. 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 Один. Два. Ребята, смотрите, что у нас есть. У нас уже есть два сида. На На дерево С яблочками Это нужно было бы делать В предыдущем сезоне, там где мы себе сделали Продавцов и там где мы покупали себе Яблоки, а если бы у нас было дерево То мы бы тупо плоды собирали, да и все А если еще тут, например, Apple Вот это одно А Carrot, есть что-то с морковкой Carrot juice Ничего себе, Carrot пирог Офигеть Такого нету, а potato, есть что-то Что мы можем себе Сделать, ну такого Sweet potato, sweet potato, baked sweet potato Ладно Ребята, с этим мы будем дальше разбираться Второй мод, который я добавил Скажу спасибо тому человеку, который Мне посоветовал этот мод И я учел Ошибку предыдущего сезона, и этот мод как раз Ребята, нам поможет Какая была ошибка еще предыдущего сезона А ошибка была в том, что мы не могли летать В том смысле, что у нас в команде иногда были летающие покемоны Когда у нас были летающие покемоны Мы могли тупо Не изучать А как это можно сказать Исследовать территорию Мы могли летать в поисках зимнего биома В поисках глиняного биома В поисках, я не знаю, еще чего-то Мы летали, мы искали Мы искали новые какие-то приключения А когда у нас не было в команде Того же О, видите, ребят, тут еще какая-то фигня есть Это что? Грибы? Нифига, видите, как тут грибы на дереве растут Прямо как в жизни тоже Они растут на дереве, под деревом Это прикольно И какая у нас, ребята, была ошибка? А была ошибка в том, что мы не могли летать Тогда, мы не могли следовать Тогда, когда у нас в команде не было Дигля, да? О, здрасте Здрасте, Дигля Давно мы вас не видели Была ошибка в том, ребята, что мы Давайте сначала Мориб Что мы не могли просто летать То есть мы не могли следовать территорию Тогда, когда у нас в команде не было летающего Это хреново Потому что хреново Потому что мы сидели только на одном месте И мы ничего не делали Я, ребята, даже сейчас не знаю, что нам делать Нам нужно, во-первых, территорию какую-то найти А, во-вторых, нам нужно в шахту идти Потому что сезоны всегда же шахты начинаются Что нам делать? Нам нужно Морипа хотя бы сначала прокачать к 20 уровню Это не Морипа, а Маткипа Какого нафиг Морипа? Потому что я... О, нифига себе, это что, новая руда какая-то? Ребят, я вообще не понял, что это такое Это, наверное, с мода с Хапчика Нам нужно Маткипа прокачать как минимум Хотя бы к 20 уровню Это во-первых А во-вторых, ребята, мод То, что мы не можем летать Сейчас мы, ребята, можем летать Мне человек посоветовал мод на крылья Это офигенно, потому что это поможет нам летать То есть Этот мод не читерский, ребята То есть мы не скрафтим себе крылья И мы себе сможем взлететь и вечно летать Как будто с гейммодом Нет, ребята Создатели этого мода настолько это продумали охрененно Что даже самые лучшие крылья в этом моде не читерские А у них есть ограниченное использование То есть Они не летают Они тупо подбрасывают То есть Ты можешь прыгнуть в воздух И один раз нажать И он тебе подкинет вверх Потом еще раз нажать Подкинуть вверх И какой-то максимальный крыс Например, когда ты нажал, чтобы тебе подкинуло вверх Он не летит А он просто тебе подкинул в воздух И спускается Еще раз подкинул в воздух Спускается Еще раз подкинул в воздух Спускается И когда ты пять раз нажал, чтобы тебя в воздух Еще выше подкинуло То тогда все Больше ты это не сможешь использовать И он дальше не продолжает лететь А он потихоньку спускается То есть, ребята, это не читерский мод, это просто офигеть, как нам поможет в полетах И, в принципе, самое, знаете, большое, ребята, какая мысль офигенная, что мы уже не будем убиваться То есть, какая у нас проблема была в предыдущем сезоне, от чего мы убивались? А только от того, чтобы мы падали просто с большой высоты при телепортах Это реально было хреново, ребята Нам нужно, в принципе, поспать Я не знаю, я бегаю 20 минут, я не знаю, что делать Нам нужно поспать Хотя, чтобы поспать, нам нужно убить Морипов Нужно было днем убивать Морипов Сейчас, где уже, я не вижу луну Наверное, сейчас уже день будет Ну, ладно, ребята Деревню мы нашли Там я вижу саванну И там, если саванна, то возле саванны, то должна быть пустыня, по идее Во-первых, нам нужно пойти в шахту, добыть хотя бы какие-то минимальные ресурсы Во-вторых, нам нужно убить Милтанков, чтобы добыть себе кожу, чтобы сделать какие-то самые обычные крылья Самые такие тупые, можно так сказать Во-третьих, нам нужно убить кучу Морипов Зачем кучу Морипов убивать, ребята? А затем, что? Во-первых, нам нужна кровать А во-вторых, я хочу себе сделать дом с этого С шерсти Я никогда не делал дом с шерстью Я хочу себе сейчас его сделать Так, что нам нужно? Давайте поставим... Давайте сделаем, ну, хотя бы два верстака Так Тут что ли? Хотя нет, тут просто я верстак поставлю Во-вторых, делаем себе, ребята, палочки Хотя бы вот так И сразу же, ребята, кирку делаем Сразу две ачивки И, наверное, вот там как раз есть какие-то... Какие-то шахты Вот Давайте же спустимся Но на начале выключим шейдеры Потому что шейдерами я в шахту никогда не хожу Потому что там хрен что-то увидишь А мне интересно, что это такое Салт Соль! Ребята, мы просто офигеем, что можем себе сделать Какие-то и... Какую-то еду нереальную Соль Этот, в принципе, мод действительно разнообразит нашу игру Потому что нам нужно будет и еду какую-то делать Потом мы включим, может, на какой-то больший режим Чтобы... Точнее Большую сложность Чтобы больше Использовалось Голода Чтобы мы могли Больше попробовать всякой еды Но что-то я сюда спустился А тут тупо нихрена нету Это что такое? Айрон Это же лесо такое? А я думаю, это еда какая-то Или еще что-то Не знаю Офигеть Так, ладно Нам бы, если честно, уголь Или я там вроде видел уголь Офигеть тут железо Я даже не думал, что это железо Я такой думаю Нифига себе, сейчас выкопаю Тут опять какая-то соль будет А это нет Это железо, ребята Нам факелы нужны А чтобы факелы Вот, 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 вот Уголек Ребята, я надеюсь Вы все понимаете Что в первой серии И так, и так Нужно проводить шахти Потому что без ресурсов Что мы сделаем? Без ресурсов мы ни хрена не сделаем Даже тот же уголь нам нужен Только для того, чтобы еду себе делать И для того, чтобы хотя бы Железные инструменты себе сделать Потому что Чтобы переплавить Железо Тоже нужен уголь Поэтому, ребята Давайте-ка мы Выкопаем этот весь уголь Что тут есть Нам повезло В том смысле Что мы себе сразу Железную кирку сделали Потому что нам Сундук попался И сразу же Раркенди нам попалась В первом же О, что я выкинул Прикольно, ну ладно Нам еще желтый бы найти Да, мы сейчас Не только ультраболы будем делать Мы и даскболы будем делать Мы и левелболы будем делать И градболы может Ну ладно Потом мы разберемся Все, короче, апреконы Что мы найдем Нужно собирать А потом уже разберемся Так Это все мы собрали Что тут еще есть Нам, если честно Нужно хотя бы еще немного Камня Ну, потому что И для дома нам нужен камень Но И не только для дома Для дома мы, наверное Позже насобираем Потому что для дома Там не офигеть Как много камня Нужно будет То есть весь первый уровень Нам нужно будет С камня делать Вроде Ну, это, ребята Короче, мы потом Разберемся И как раз мы выходим И уже светло Можно уже включать шейдеры Ну, как светло Рассвет Сейчас, ребята Нам нужно прокачать Нашего маткипа На марипах И не только на марипах А, наверное, еще и на Мэджикарпах Ну, что-то я боюсь Туда идти Не, ну, не боюсь А в том смысле Что Фиг мы кого-то тут видим Вот что меня в этих шейдерах Бесит Это я не знаю почему Но тут сделано Что поверхность воды Покрыта Не покрыта А вот какими-то вот такими Квадратами она сделана И это меня очень раздражает Я не знаю почему Они так сделали Вот Под водой нормально Но видите, как Такие небольшие хрени Фиг его знает почему Ладно Нам нужны марипы, ребята Давайте попробуем Найти хотя бы Одного-двух марипов Сделаем себе кроватку И пойдем Ну, спать уже нет Но все же Чтобы она хотя бы у нас была Первый наш покемон Смотрите, какой Да стой ты Жопошник Я не Я, ребята, даже Не хочу У него кидать Потому что я хрен попаду Иди сюда Неугомонный Иди сюда Неугомонный Наконец-то Ну Конечно Какая еще у нас атака И столько Только тейк На начале Не, ну тут Текстурки покемонов Офигенно смотрятся И в принципе Сочетаются офигенно С тем, что С тенью Они офигенно Сочетаются То есть Их тень Видна очень классно Ихнюю тень Так Давайте это все, ребята Будем собирать Сейчас все апреконы Я не знаю, ребята Знаете что? Еще небольшой вопросик Вы хотите вообще Магазины в этом сезоне Или по хардкору Как мы это делали В первом сезоне То есть Без каких-либо магазинов Все добывать самому Никаких продаж Нужно нам сделать Какой-то Ампокепол Мы его делаем А не идем покупаем Нужно нам мастербол Мы его идем И убиваем сотню боссов Чтобы нам выпал мастербол И не будет у нас такого О, нам нужно словить Легендарного покемона Ну ладно Пойдемте Купим себе 10 Мастерболов Чтобы у нас они были И поэтому ребята Как раз вас сейчас спрашиваю Хотите ли вы увидеть Вообще в этом сезоне Продавцов Если да Ставьте лайк И в принципе пишите Что да Если нет То напишите что нет Ну и не ставьте дизлайк А поставьте и так лайк Потому что я ребята Спрашиваю вас Я спрашиваю у вас Ваше мнение Что вам будет интереснее смотреть И что в принципе Вам будет прикольнее Идея сезона Точнее цель сезона Я озвучу в следующей серии Хотя я уже озвучивал В конце В конце четвертого сезона Ну и так Кто не услышал Или кто пропустил Я еще раз озвучу Но это будет в следующей серии И тут знаете что Ребята офигенно Тут классные Как это можно сказать Классный шрифт Шрифт Каких то Опа Сейчас мы ребята Покехил не будем использовать Потому что в этом сезоне Я хочу что то Изменить И что то сделать По другому В принципе По другому Как то для вас постараться Чтобы для вас было Интереснее это смотреть Яблочко еще не выросло Тут видите ребята Тут на каждом дереве Что то растет Мы даже уже какую то хрень Подобрали Плам Плум Это слива походу Это походу слива Поэтому ребята Я хочу Чтобы вам было Интересней То есть Если мы не сделаем Магазин И мы не сможем Покупать Раркенди Если мы не сможем Покупать Раркенди Будет прикольней Приятней Качаться На покемонов Мы не будем сидеть Все серии на острове Потому что сейчас В принципе Это даже Не нужно В том смысле Что сейчас нам Не нужно прокачивать Всех покемонов Опа А марип А сейчас нам не нужно Прокачивать всех покемонов К 60 уровню А как мы будем прокачивать? Я уже объяснял, но так же объясню в следующей сети. Сейчас это долго. И мне сейчас неохота это опять растолковывать. И, ребята. Сделаем... А как я... Опа, чуть первая смерть не было. Ладно. Чуть первая смерть не было. А как я его хочу убить, если у нас даже наш маткид мертвый? Опа! Точно, мы же нашли один алмазик. Хиллер, хиллер. Вот видите, это крейль, а потом это скрафтим. Поки... Вот она, вот она. Ребята! В следующих сериях мы сделаем алюминиевые пластинки. Точнее, мы найдем алюминий. Железо у нас есть, и мы уже сделаем хилку. Тем самым мы уже сможем вылечивать нашего маткипа. И тем самым мы уже сможем сделать себе кровать. Но сейчас нам нужно найти как минимум 4 алюминия. Вот! Пожалуйста, 4. Пожалуйста, не 3, а 4. Отлично, ребята. Это уже офигенно. И на этом, ребята, мы, в принципе, сейчас заканчиваем. Серии не будут долгие. Почему я объясню в следующей серии. Но, и так уже полчаса практически она идет. Ребята, я очень надеюсь на ваши лайки. И надеюсь на вашу поддержку. Охрененную поддержку. Я надеюсь, что вам сезон этот понравится. Нужен ли покехил команда? Или мы будем хилкой пользоваться? Нужны ли магазины? Или мы будем все сами крафтить? Сажать апреконы? Собирать апреконы? Делать покеболы. Тем самым не покупать себе раркенди, а делать их самостоятельно по 2 штуки. Там в 10 серии, потому что нам нужна будет куча золота. И что, ребята? Мы не будем сидеть 30 серий подряд прокачивать одну команду, а будем что-то другое делать. В следующей серии, ребята, мы сделаем хилку. Вылечим нашего маткипа и пойдем охоту... Делать охоту на марипов. Первые... Как это может? Первые цели. Первые достижения, которые я хочу получить, это хотя бы убить там марипов, сделать себе кровать, вылечить нашего маткипа, что мы сделаем в следующей серии, потому что у нас уже необходимые ресурсы есть, и, как видите, у нас уже заполнен инвентарь. Ребята, не нужно флудить. Эдисон, давай сборку, ты там... Чукча, давай сборку. Не хочу ждать сразу же первая серия, давай сборку. Ребята, я уже сказал, сборка будет в течение 10 серий. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Следующая серия выйдет тогда, когда это видео наберет 400 лайков. Я на вас и, ребята, надеюсь, тысячу лайков уже мы как-то набрали за кончение сезона. Поэтому, ребята, если вам нравится сезон, ну, потому что это первая серия, надеюсь, вам он понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.